Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию свой традиционный абсурд по некоторым валютным парам, которые представляют интерес для нас с вами. Сегодня понедельник, 2 марта. Поздравляю вас с началом весны и нового месяца. Эта неделя представляет множество торговых возможностей, некоторые из которых мы и будем смотреть. Итак, давайте начнем. По евро развивается сильный восходящий тренд, и на сегодняшний день пара достигла все обозначенные целевые точки, которые были даны в моем прошлом обзоре. Сейчас цена торгуется в районе на отметке 1.1070-1.1080, и учитывая масштабы роста, не исключено развитие коррекционного нисходящего движения, после которого рост может возобновиться к новым локальным максимумам. В случае развития коррекции, цена может найти поддержку в районе уровня 1.0989, откуда может состояться отбой и новый восходящий импульс. Данный сценарий будет актуален вплоть до разворотного уровня на 1.0927, колебания в пределах которого оставляют его в силе. В свою очередь, снижение и закрепление ниже разворотного уровня на 1.0927 приведет к смене приоритетного направления с восходящего на нисходящее. Доллар против японской иены продолжает снижаться, достигнув все обозначенные ранее целевые отметки и даже значительно превысив их. К настоящему моменту пара торгуется в районе уровня 1.0749, где нашла краткосрочную поддержку и совершила отскок. После окончания коррекции ожидаю продолжения снижения к новым локальным минимумам. В целом, восходящая коррекция пока может оказаться неглубокой и основное сопротивление может ожидаться на уровне 1.0893 и не выше разворотного уровня на 1.0960. При тесте и отбое от этой зоны цена направится к целевой зоне в районе отметок 1.0649, 1.0573. В целую очередь, отмена данного сценария состоится при росте и закреплении цены выше разворотного уровня на 1.0960. Ну и наконец, нефть марки Brent находилась в рамках нисходящего тренда все последнее время, достигнув минимума в районе отметки 49.34, где проходит нижняя граница диапазона, в котором цена торгуется последние несколько лет. После чего отскочила, оказавшись выше уровня основного сопротивления на 50.34 и продолжила расти дальше. Предварительно это может означать окончание нисходящего движения и начало достаточно глубокой восходящей коррекции. Для окончания подтверждения этого сценария необходим ретест уровня 50.34, который происходит в данный момент, где расположена сильная поддержка с последующим отбоем, что направит цену в район отметок 54.76 и дальнейшим проходом до уровня 56.00. В свою очередь, пробой и закрепление ниже уровня 49.34 просигнализируют о продолжении нисходящего тренда и отмене основного сценария. На сегодня у меня все. С вами был Арман Басимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действий и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной сделки. Всем пока.